Девушки отдыхают Стихи, я называю их гражданскими, когда ты живешь здесь и что-то такое записывается, есть коротенькие стихи. Сегодня ночью я написал стихи, я, к сожалению, не взял их, были Ахмадулины, я подумал, это грандиозный, великий поэт, ушедший. Я написал стихотворение, позвонил Борю Мессереру, ему очень понравилось. Я его не взял с собой, я думал, что я не буду столько разглагольствовать о поэзии и стихах. Ну как же, у нас предмет разговора о поэзии. Ну что вы хотите, чтобы я вам прочитал? Я хочу, чтобы, да, у нас осталась буквально минута, я уже понял, что не стыдно быть рабом в искусстве, это я уже для себя понял. Я хочу, чтобы вы чем-то вот сами выбрали для финала что-то вот зарифмованное. 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 Да. Знаете, как это трудно? Зарифмованное. Что-нибудь лирическое? Вот то, что вы считаете соответствует финалу нашего разговора, нашей беседы. Вот что? Вы сами должны определиться. Сейчас уйду и подумаю, зачем я этого не делал. Я вам прочитаю коротенькое стихотворение. Я много написал про детство. О. Вот детство, как у него удается. Младенцем, видите, с гнезда, все то, что остается навечно в сердце, навсегда. Казалось, что весь мир был рядом. А утром, вечером и днем вечерний цвет менял наряды всему, что было за окном. Там, за окном, был лучший театр. Пылал закат и алый банк. И заряжался конденсатор, чтоб током напоить талант. От срока стертый, побелевший, тот озаренный детский взгляд. Хранится в памяти умершей. Шумит листвой застывший сад. А вот это как раз уже было про старость. Как хорошо, что есть люди, у которых не бывает старости. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. 24.